Живые камни. Мать и дочь. Недалеко от Бахчисарая, в поселке Кача Севастопольского района, встречаются на пути туристов причудливые скалы. Образовались они на обрывах второй горной гряды Крыма в результате воздействия ветров. Мягкие породы меловых и третичных известняков податливы, и со временем камни отделились от скал. Сейчас по форме они напоминают силуэты людей. Туристам рассказывают интересную и грустную легенду. В давно минувшее время грозный Топал-Бей имел большой гарем, и никто не имел права проникать за его стены без позволения хозяина. В гарем этот попадали все хорошенькие женщины Крымского царства, но ни одна из них более не выходила на свет Божий. Куда они девались, когда сластолюбивый Бей присыщался ими, никто не ведал. Разные слухи об этом страшном человеке ходили среди местных жителей. Одни считали его злым духом в образе человека, а другие — людоедом. В деревне неподалеку от этого гарема проживал Кемал Мурза, человек богатый, но страстно преданный набегом на московское царство. У него были прекрасная жена и дочь от первого брака, красавица, каких мало встречалось на белом свете. Многие из важных сановников ханства просили руки этой очаровательной девицы. Но отец никому не давал согласия, хотел, чтобы любимая им Селеме сама сделала выбор. Случа о красоте Селеме часто доходили до Топалбея, но он не мог отыскать таких людей, которые решились бы привезти к нему в гарем эту красавицу. Однажды Топалбей охотился. Не проехал он и тысячи шагов, как борзые собаки выгнали из-под кустов зайца и пустились за ним. Бей тоже поскакал. Долго они гнались за добычей, но, увы, ни скакун, ни быстрые собаки не могли остановить зайца. Озлобленный Бей поминутно пришпоривал коня. Вдруг несчастная лошадь остановилась, пошатнулась и пала мертвою. Собаки и заяц исчезли в степной дали. Топалбей злобно смотрел им вслед, ожидая, что собаки изловят добычу и вернутся. Однако время проходило, и настал вечер. Бей решился зайти на ночлег в первую хижину, которая повстречается. Несколько минут спустя пред ним показались постройки. Подойдя к дверям первого здания, Топалбей постучал медное кольцо. «Кто там?» — спросил вышедший слуга. «Странник божий просит ночлега», — ответил Бей. Двери отворились, и слуга провел его в предназначенную для гостей комнату. Вскоре Топалбей узнал, что попал в дом Кемал Мурзы. «Правда ли?» — спросил он у слуги. «Что жена и дочь твоего господина необыкновенно красивы?» «В этом никто не может сомневаться. А нельзя ли мне увидеть их, хоть в щель дверную? За это я подарю тебе кошелек червонцев», — и он бросил к ногам слуги обещанное золото. Пораженный такой щедростью, Тот согласился исполнить просьбу гостям. Прекрасная Селеме с молодой не менее красивой мачехой как раз начали вечернюю молитву. Бей следил за каждым их движением, как беспощадный лев. Слуге с трудом удалось увезти его. Несколько дней спустя дом Кемал Мурзы подвергся нападению неизвестных злоумышленников, и молодые хозяйки пропали без вести. Узнав об этом, Кемал Мурза возвратился домой. Но, увы, напрасно он искал жену и дочь. Никто не мог указать ему на разбойников. Между тем несчастные женщины очутились у Тополбея, который ежедневно навещал их и упрашивал покориться его воле. Гордые и честные женщины отвечали ему проклятиями. Так прошел месяц. Однажды Бей вошел к пленницам, полной решимости покорить их своей воле. Начав по обыкновению ласками и просьбами, он все более и более приходил во гнев. Женщины оставались непоколебимы. — Так вы не покоритесь мне! — скрикнул Бей. — Никогда! — Тополбея потемнело в глазах, и он призвал палачей. Женщины были замурованы в одной из тем гарема. Год спустя Тополбея дошли слухи, что на границе его земель внезапно появились два каменных человекообразных гиганта и что перед рассветом пастухи видели, как из одного камня вышла девица невиданной красоты. Бей решил лично убедиться в проддивости рассказов. И что же оказалось? Выходящей из скалы была та самая Селеме, которую он с мачехой замуровал в стены. Тополбей в страхе приказал запрячь своих волов и лошадей, чтобы, опрокинув камень, вторично погубить непокорную девицу. Приказание было исполнено, но в тот миг, когда погонщики подняли кнуты, чтобы сдвинуть с места впряженных животных, из камня донесся женский крик. «Ой, маменька!» На этот зов последовал ответ из дальнего камня. «Не бойся, дитя мое!» И все валы с лошадьми, цепями, веревками и погонщиками превратились в скалы. С того времени оба эти камня так и стоят вблизи гряды скалистой россыпи. Редактор субтитров А.Семкин